Так получилось, что на этом канале походной и околопоходной тематики пользуется большой популярностью видео про топоры. Но видео про топоры стоят на втором месте после видео про дуралом. Про тот тесак, который можно сказать без преувеличения был создан при помощи вас, мои дорогие подписчики. А теперь здравствуйте. Для меня у вас есть очередной сюрприз. Есть еще одно предложение очень бурно пофантазировать. Я уже думал, что мой тесак дуралом окончательно вытеснил из моего сознания пристрастия к топорам. Но когда я увидел в продаже эту штуку, я не смог удержаться. В голове внезапно всплыло понимание о том, что я давно мечтал что-либо с такой штуковиной поэкспериментировать, что-то из него сделать. А что из него сделать, я честно говоря не знаю. Друзья мои, я жду ваших любых предложений в комментариях под этим видео. Это не большой штурмовой топор, это скорее всего был поясной топорик пожарного. Такой, можно сказать, тактический топор пожарного. Изначально этот топор очень тяжелый для своих-то размеров. Его вес 1 килограмм 156 грамм. Ну и понятно, что это вполне себе такой штурмовой тактический топор, которым выламывали двери, выламывали замки, оконные рамы, разбирали завалы и что только им не делали. Но и те, кто работал топором, понимают, что для нанесения эффективного удара в ограниченном пространстве вес имеет большое значение. А пожарные чаще всего работают именно в условиях ограниченного пространства. И пока перед вашими глазами на экране мелькают его детали, размер и непонятно какое состояние, могу сказать, что судя по состоянию топор не горел, а значит закалка стали на нем не отпустилась. Но из какой стали он сделан, чьего производства и вообще кто автор этого шедевра, мне неизвестно. Никаких клеем, ничего я на нем не увидел. Быть может, когда я его очищу от државчины, что-то и проявится, но я очень сильно сомневаюсь. По косвенным признакам можно понять, что это товар кованый, а не современные прокатные изделия. И то, что он кованый, явно видно по всаду проушины топорища. И это вроде бы незначительная деталь, делает работу с этим топором еще более интересной. А особенно интересным должен получиться результат. Очень не хочется делать для этого будущего инструмента топорища из березы. Хотя березовая заготовка у меня уже сохнет год под крышей гаража, но это кажется мне как-то банально. Если посоветуете какое-нибудь дерево на топорище, а еще лучше, если подскажете где его взять, я буду очень признателен, но это должно быть красивое дерево. Да и инструмент должен в итоге получиться красивый, потому что красивый инструмент всегда хорошо работает. Версии про волошку сдать в музей и сделать из него тамагавк уже поступали. Версия про музей отметается сразу, иначе зачем все это тут задумывалось. А все остальные версии очень сильно рассматриваются, особенно что касательно форм, вида и модификации этого рубящего инструмента. Может быть методом травления на него можно нанести какой-нибудь рисунок, но опять же, какой рисунок, что на нем изобразить, я тоже пока не знаю и жду ваших предложений. Специально для тех, кто любит порисовать и пофотошопить, картинка с этим топором будет доступна по ссылке в описании к этому видео. Ее можно будет скачать с одноименно этому каналу страницы ВКонтакте. И чтобы вам было проще масштабировать, шаг клетки на этой картинке равен 1 квадратному сантиметру. Думаю, что этот совместный наш с вами проект сделается быстрее, чем дуралом. Потому что я точно уже знаю, что ни одному мне очень интересно, что из этого получится. А любопытство, как известно, очень ускоряет процесс фантазии и производства. Но эти туристы-топористы, которые видели уже этот топор до выхода этого видео, уже написали свои пожелания, и я их уже начал учитывать. Можно констатировать один простой факт. Проект создания из пожарного топорика чего-то непонятного уже стартовал. Все-таки возможно, что этот топор спасал жизни людей, и нужно придумать достойное продолжение его достойной предыдущей жизни. Пишите в комментариях под этим видео свои мысли, и мы с вами сделаем. Это вместе.